По просьбе мамы Олега и врачей реабилитационного центра мы не вели съемку с его палаты, так как это может отразиться на его процессе восстановления и психическом состоянии. Друзья, все вы видели видео, в котором я разговаривал с Олегом Жохом. Завтра буду в тебе, так что мы с тобой завтра зустрянемся, поспілкуемся. Я тебе твою футболочку... Я творю. Доброе, доброе, доброе. У меня была такая возможность посетить его в клинике несколько часов тому назад. Хочу поделиться информацией о его состоянии из первых рук. Олег встретил меня стоя. Очень радостный, разговорчивый. У него начинает возвращаться память. Да, естественно, это длинная дорога для того, чтобы он был в хорошей форме. Но мы видим результаты этой реабилитации. Его мама и близкие передают огромный привет и благодарность всем тем, кто платил деньги, кто еще помогает ему для того, чтобы его реабилитация проходила именно в этом реабилитационном центре. Именно к нему приходит сейчас специальный тренер, который вводит его, уже вводит его в зал, где он разрабатывает ему мышцы ног, мышцы рук. Я видел, как он сжимает экспандер правой рукой, а левой рукой пока что поролоновую гумку. Еще в пятницу Олег не вставал с кровати, а сейчас он уже стоит на ногах, может ходить. Он надел с большим удовольствием футболку, в которой должен был выступать, но он, к сожалению, не помнит, что с ним произошло. Еще очень мало времени для того, чтобы к нему вернулась память. Все-таки то, что случилось, для такого организма было большим стрессом. Память начинает ему возвращаться, помнит и о соревнованиях, и о том, что встречался, например, с Рустамом Бабаевым в аэропорту в Киеве. Также поздравил Илью Измана с победой на Кубке Украины налево на правую руку. Я ему рассказал о том, что Илья впервые победил на этом Кубке, и он, скажем, с нами вместе порадовался. Помнит он также и других спортсменов. Спрашивал у меня о результате поединка Лорат и Денис Цыпленков. Он сказал так. Я, мало того, что он поделился своим впечатлением, сказал, что это очень интересная новость для него, но он еще сказал, что он предвидел то, что Лорат ничего не мог бы сделать для Дениса Цыпленкова. Погладил свою руку. Кстати, в его левой руке после операции находятся две шины, пластины, которые, скажем, останутся навсегда. Похудал на 10 килограмм. Будем надеяться, что он вернется к своей форме, и мы продолжаем реабилитацию, продолжаем ему помогать и держать за него кулачки, чтобы Олег возвратился в строй, в наш строй, в наш спорт. Я еще могу сказать одну очень важную вещь. Наша арфрестлинг комьюнити отозвалась в такой беде. Очень однозначно. Все как один хотят помогать Олегу. Не только в нашей стране, не только в европейской части континента, но из-за океана люди присылают деньги для того, чтобы как можно быстрее Олег стал на ноги. От имени профессиональной лиги арфрестлинга, а также от семи передаю огромную благодарность. Я здесь с помощью для Олега, и мы надеемся, что Олег в скором будущем будет с нами сидеть вместе со мной перед камерой. Ссылка на сбор средств находится в описании. Эта ссылка организована Светланой Пушкарь. Именно она была инициатором сбора этих средств для Олега. Подписчикам нашего канала мы регулярно будем сообщать о состоянии Олега.